Всем привет! Сегодня с вами я, Ирина Клистова, и я нахожусь в молодом соснике. И какого же я нахожусь в молодом соснике 27 октября. Я ищу маслята. Сейчас у нас идет масленок поздний. Это масленок с колечком под шляпкой. И вот сейчас как раз массово-массово идут эти грибы. И массово-массово идут грибники в такие места. Может быть сегодня что-то останется для меня, а может быть что-то мы найдем намного интересней, чем маслята. Начинаем! Посмотрите на гриб поближе. Это у нас масленок поздний, потому что у него есть вот здесь вот колечко. Это колечко, оно было приросшее к краю шляпки, потом оно спустилось, осталось на ножке. Ее можно щищать, можно не щищать, это не принципиально. Но это отличает масленок поздний от других маслят. Далее уже идет разница только в цвете шляпки и в самих трубочках. Видите какие здесь трубочки мелкие? И шляпка, она щищается. При желании также можно щищать, можно не щищать. Ни на что это не влияет. Проверено опытом. На срезе гриб светлый и цельный. Растет он в молодых сосняках. В основном в молодых сосняках, может быть с примесью лиственных деревьев, а может быть и чистый сосняк. От грибов маслят очень сильно пачкаются руки. Я это ненавижу, но при этом так и не приучила себя собирать грибы в перчатках. Знаете, есть какое-то сравнение о сборе грибов в перчатках, но мне это некомфортно. Пока что меня этот сосняк не подводит. Маслята идут. Кстати, здесь встречаются только маслята и красные мухоморы. Ну и свинушки тонкие. Кстати, сняла сегодня видео про свинушку тонкую. Покажу вам его. Посмотрите, что это за гриб. И рассказала я, почему он ядовитый. Ну а мы собираем маслята. Субтитры сделал DimaTorzok Люди, я его встретила. Перечный гриб. Гриб с трубчатым геминофором, похожий на масленок, но у него такой вот низ красноватый. Обратите внимание, какой другой низ у этого гриба, чем у того же масленка. Вот для сравнения. А вот масленок. Видите, очень-очень непохож. Красный-красный. Шляпка, конечно, сверху похожа. А вот внизу абсолютно нет. Так вот, какая особенность у этого перечного гриба? Вот такая. Язык просто немеет. Гриб не ядовитый. Он просто несъедобный в силу своей горечи. Это просто невероятно. Если вы встретите гриб с вот таким вот красным низом, похожий на масленок, я вам серьезно говорю, хотя бы лизните его. Не принимайте его ни за масленок, ни за козляк. Потому что вы испортите абсолютно весь свой урожай. Вот такой вот он перечный гриб. Знаете, вы не поверите, что я нашла. Я. Ирина Клистова. Я нашла белый гриб. Ну вот он, белый гриб в октябре месяце. Теперь уже, скорее всего, чистый. И самый первый в этом моем осеннем сезоне. Ой, что ж ты будешь делать? Даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Он шикарный. Ну, просто шикарный. Ну, в этом сезоне осенним я еще белых грибов не встречала. Вы знаете, я встречала дождевики, я встречала мокрухи, я встречала много-много зонтиков. Но я еще не встречала банального белого гриба. Какие же они толстоногие-то попадаются. Пробую вырвать. Еще один белый. Хороший день. Мало того, что белый нашла гриб, маслята попадаются. Но еще и пошли молодые подберезовики. Это у нас Черниговская область, Украина, кстати. Ну, вот и фиолетовая рядовка. Первая фиолетовая рядовка у меня в этой осени. Здесь я была уже не первая. Здесь уже были грибники, которые не в курсе, что это за гриб. Гриб съедобный. Я его собираю уже несколько лет. После отваривания он такой тоже симпатичный, сиреневый. А вот удивление сегодняшнего дня. Знаете, что это за гриб? А я знаю. В прошлом году был полный не сезон, полный не грибной сезон на гиграфор поздний. Это один из моих самых любимых грибов. Я вот часто говорю, мой любимый гриб, мой любимый гриб. Так вот, гиграфор поседает вот одно из самых первых мест, самых первых позиций в моих любимых грибах. Кто его еще не пробовал, я вам показываю этот гриб. С начала сезона он вот растет только один. Вы сможете начать его собирать и попробовать. А также ставлю ссылки, как я его уже даже готовила. Гиграфор поздний имеет вот такую вот ложбиночку. И пластинки у нас переходят в ножку. Встречается этот гриб в хвойных лесах. Без хвойников гиграфоров поздних вы не найдете. Нога у него всегда очень длинная. Очень длинная. Шляпка только такого цвета. Бывают иногда еще на ноге покраснения. Ножка сужается. Пластиночки у нас светлые в цвет ножки. И очень-очень редкие. Это гиграфор поздний. Вот еще один молодой гиграфор. Видите, бугорочек темненький посредине. Скользкая шляпка. В основном она всегда такая влажная. Она редко бывает сухая. Впервые в жизни вместе с гиграфорами собираю белые грибы. Еще даже шляпка не раскрыта. Внизу трубочки. Вот их даже сейчас видно, что там нет пластинок. Белая-белая ножка. Вот еще одна рядовка фиолетовая. Переворачиваешь и фиолетовый-фиолетовый цвет. Видите, внизу ножка такая, как в пушку. Это нормально. Но здесь нет никаких колечек, никаких чешуек. Такая мучнистая, притрушенная ножка. Этот гриб тоже бывает червивым. Так что, не удивляйтесь. Вот я пришла немножечко в другой лес, где есть крапление осин. И, конечно же, мне встретилась рядовка тополевая. Она же рядовка тополевая. Она же подтопольник. Ну, как бы, разные названия у этого гриба. Но гриб-то один. С очень приятным рядовочным запахом. Фаворит этой осени. Этот гриб тоже часто бывает червивым. Поэтому его плодоношение очень непродолжительное. Шляпка по центру темнее, по краям более светлая. Видите, пластинки в ножку не переходят. Ножка немножечко темнее, чем пластинки. Ну, срез. Такой же волокнистый, как и у всех рядовок. На сегодня моя прогулка окончена. У меня очень разнообразный урожай. У меня, наконец-то, есть маслята. Встретился белый гриб. Открылась сезон гиграфора позднего. Мы еще будем его собирать где-то с вами до декабря, если снега не начнутся. Потому что я его даже на Новый год собирала. Было дело, да, кстати. Есть у меня такое видео. Заканчивается у нас рядовка тополевая. Начинается у нас рядовка фиолетовая. Вот такой вот у меня сегодня грибной сбор. Вам спасибо за внимание. Если вам нравится видео данного формата, не забудьте подписаться, нажать маленький колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых видео. Потому что выходят они у меня сейчас часто. А с вами была Ирина Клистова. Всем спасибо. Всем пока. И богатых вам лесных урожаев.